Разрешите вас всех поприветствовать на нашем семинаре, который посвящен проблемам патоксии и общей демонстрации нашего нового бакзана. Значит, первое слово предоставляется докладчик кандидата медицинских наук Тимофееву Николаю Николаевичу в Санкт-Петербурге. Ориентировочное время доклада 45 минут. Николай Николаевич, пожалуйста, Ваш слой. Добро пожаловать, коллеги. Значит, вот тема доклада здесь высушена. Если Вы позволите, можно я сидя буду говорить, чтобы я, так сказать, не занимал. Прежде всего, хочу сказать, что проблемы, связанные с эпоксией, как такового, это исключительно сложные проблемы, очень многовекторные. И для того, чтобы хотя бы в черне так обсудить основные направления, патофизиологии этого процесса, для этого потребуется существенно больше времени, чем 30 или 45 минут. Поэтому вот этот доклад будет посвящен, весьма, так сказать, будет сделан достаточно специфичным. Мы будем говорить о гипоксии, применительно гипоксические тренировки. И здесь будут обсуждаться, я Вам покажу некие результаты воздействия гипоксии на здоровый целостный организм и результаты воздействия гипоксических тренировок. Ну, прежде всего, хочу познакомить Вас с нашей группой. Мы в Санкт-Петербурге занимаемся, и не только в Санкт-Петербурге, более 15 лет. Исследуем в основном наши задачи адаптации организма человека к разным условиям внешней среды. Ну, не то, воздействия внешней среды. Сюда относятся и горные условия, и крайний север, и ряд других еще моментов. И, кроме того, естественно, речь идет об адаптации к физической нагрузке. Потому что повышенная физическая нагрузка тоже, по определенной мере, экстремальные условия. Поскольку мы работаем, в общем-то, в военной системе. Вот наша группа. Вот академик Самойлов, заведующий как для нормальной физиологии военно-медицинской академии. Владимир Олегович, Аркадий Леонидович Максимов. Личность весьма известная. Пожалуй, наиболее крупный специалист, который занимался воздействием гипоксии, и, в частности, холода на организм человека в России сейчас. Член-корреспондент Академик РАН, директор научно-исследовательского центра «Арктика», который расположен в Магадане. Ну, это как не странно, да? В голове Владимир Виктор Николаевич, профессор кафедры нормальной физиологии военно-медицинской академии. Юрий Николаевич Королев, мой друг и однокашник, доцент этой же кафедры. Ну, и я, Ваш покорный слуга, который пребывает в целых трех ипостасях, в частности, являюсь доцентом кафедры естественной научной дисциплины военно-медицинской культуры, старшим сотрудником научно-исследовательского центра и научным сотрудником центра «Арктики». Ну, семью кормить надо же. Ну, и наша, так сказать, основная ударная сила – это Николай Сергеевич Борисенко, относительно молодой человек. Вот сейчас защищает он кандидатскую диссертацию, будет защищать на соискание кандидата биологических наук, которая посвящена как раз этим вопросам, результатам наших многолетних исследований. Ну, давайте перейдем к делу. Ну, как требуют, значит, классические лекции, поговорим об определении. Ну, вот здесь вывешено определение гипоксии, которое используется, понимание этого термина, вот именно в таком плане используется, проявляющее в большинстве исследователей. О том, что гипоксия является непременным условием, непременным участником всех патопизиологических процессов, которые происходят в организме, при практически всех заболеваниях. Здесь вопрос степени выраженности этого явления. Ну, вот в отношении, дальше в отношении гипоксии. Конечным итогом гипоксии, если так вот свести к одной фразе, не углубляясь в детали, которых огромное количество. Вот коллега только что о некоторых из них сказал, о них можно говорить бесконечно долго. Речь идет о том, что, так сказать, конечным результатом мощнейшего гипоксического воздействия идет прекращение, значит, ресинтеза макроэнга. Энергии просто-напросто не образуются. Ну и явным, так сказать, подтверждением этого речь идет вот при летальном исходе, как вы знаете, трубное окоченение наступает не сразу. По той простой причине, что, несмотря на отсутствие кислорода, еще какое-то количество АТФ, клеатинфосфата, ферментов в состоянии производить еще, заниматься и синтезом АТФ и поддерживать мышечную систему в определенной позиции. Как только это исчерпывается, значит, вот наступает соответствующий эффект. Одним из важнейших элементов в гипоксии является доставка и потребление кислорода. На этой схеме, взятой, я не помню сейчас откуда, но это не моя схема, сразу же говорю, чтобы не было претензий. Здесь представлено в таком интересном виде, значит, в виде вот таких шестеренок, процесс как бы поступления кислорода окончательного потребителя, в качестве которых выступает митохондрия, где, собственно, вот и происходит ресинтез АТФ, вернее, производство энергии, часть которой используется на ресинтез АТФ, а часть, которая рассеивается, как известно, в виде тепла. В результате вот этих многочисленных, достаточно сложных биохимических процессов, о которых мы сегодня говорить не будем, образуется достаточное количество углекислого газа, который требует постоянного введения. То есть поступление кислорода и выведение углекислого газа из организма, это две связанных, взаимосвязанных системы, два процесса, которые тесно идут параллельно другом. Причем ведущую роль здесь играет, естественно, газотранспортная система организма человека, которая состоит из функций внешнего дыхания легких, крови и сердечно-сосудистой системы работы этой. И, естественно, потребители, это вот, ну, в частности, здесь мышцы показаны, то есть митохондрии многочисленных клеток нашего организма. Исходя из этого, значит, можно классифицировать определенным образом гипоксию. Вот это вот одна из классификаций на его употребимые, которые предложены уважаемым академикам Альцзанянам и Чижовым, вот еще в окончательном виде в 1997 году. Она основана, собственно, на том, на каком этапе, где, собственно, происходит, так сказать, дефицит кислорода, так условно говоря. Ну, вот ее можно условно разделить на экзогенную и эндогенную. То есть в той ситуации, когда по тем или иным причинам в надлежащем уровне поступления кислорода невозможно, зависящие от внешних причин, экзогенную. Она связана, может быть, с гипоксией. То есть понижение карциального давления кислорода в отдыхаемом воздухе по тем или иным причинам, например, она может быть как при нормальном давлении, как при повышенном давлении, ну и отдельно рассматриваться еще глубоководная. Хотя это сомнительно, но тем не менее тоже может быть такая вещь. Может быть при повышенном содержании кислорода в отдыхаемом воздухе. Но гипоксия, тем не менее, тоже может возникать. Не будем сейчас касаться этого процесса. он достаточно любопытен и интересен, но он, тем не менее, существует. Ну и, естественно, поскольку это академико-режален, экологическая, так называемая, гипоксия, то есть зависящая как бы от внешних условий, высокоборная, гравитационная, облучение и так далее. Хотя введение, например, гравитационное, то есть тогда, когда повышается гравитация или понижается наоборот, вряд ли можно как экологически назвать, это искусственно созданные условия, но облучение там, да. С точки зрения патологии, чаще всего возникает антогенная гипоксия и связана она с нарушением функции дыхания, с функцией крови, с функцией сердечно-сосудистой системы, то есть доставка кислорода, да, и тканевая гипоксия, то есть связанная с функцией потребления непосредственно, хотя там элемент доставки тоже есть. Но, как любая классификация, здесь можно, так сказать, что-то уточнять, что-то спорить, тем не менее она достаточно объявлена и имеет право на жизнь, и мы широко пользуемся. Хочу вам напомнить, что доставка кислорода, конечно, потребителей к митохондрии, она происходит за счет исключительно градиента парциального давления, но за исключением крови, где, как известно, переносчиком является гемоглобин, содержащийся в эритроцитах. Почему я обращаю на это внимание? Потому что вот градиент парциального давления, начиная от атмосферного воздуха до митохондрии, является определяющим. Если этот градиент падает ниже, где-то приблизительно 50 миллиметров штутного столба, отдыхаемого воздуха, то, так сказать, существование человека совершенно невозможно на этом уровне. Ну вот, в этой табличке, пожалуйста, вам, значит, представлены парциальное давление кислорода в отдыхаемом воздухе в зависимости от подъема на высоту и соответствующий эквивалент процентного содержания кислорода в отдыхаемой смеси. И вот в настоящее время, я специально поинтересовался, посмотрели литературу соответствующую, что больше 60 миллионов человек проживает на высоте свыше 5000 метров. Фантастическая вещь. 60 миллионов? 60 миллионов на земном шаре. Вы представляете себе величину? Целая страна огромная. Это очень важный факт с точки зрения, понимая возможности адаптации организма человека вот таким вот условиям, в частности гипоксии. И дает нам очень большую пищу для размышлений. Как это можно, в принципе, использовать? Ну вот, при исследовании гипоксии были предприняты колоссальные количества разного рода так называемых сенсоров, то есть тех веществ, которые бы вот меняли как-то, воздействовали на генную структуру организм. Ну вот здесь вот приведены, так сказать, такие вещества здесь рассматривались, и они детально, так сказать, исследовались. Вот коллега может меня поправит, потому что он здесь, так сказать, в этом деле более компетентен. Тем не менее, значит, относительно недавно, в 93-м году, Семенза открыл гипоксический фактор. Вот он представлен здесь, вот этот Семенза замечательный человек. Что делает этот гипоксический фактор? Вот это из его статьи, вот такая вот схемка взята. Как видите, активация этого фактора приводит к воздействию на экспрессию колоссального количества генов в клетке. Колоссального количества генов. То есть, огромный взаимосвязь. То есть, при воздействии гипоксии, при понижении парциального давления кислорода и последующими какими-то, так сказать, изменениями в клетке, о которых мы не всегда полностью осведомлены, происходит активация вот этого фактора, и происходит в связи с этим активация массы других генов. Изменяется вся биохимия клетки. Это очень важная вещь. Очень важная вещь. То есть, от всего, на какое можно сделать практический вывод. То есть, воздействие на организм человека какими-то гипоксическими, влияя к каким-то гипоксическим воздействиям, мы меняем, собственно, биохимию клеток. Это открывает определенные, достаточно широкие перспективы для конкретного использования. В частности, для использования гипоксии как средство воздействия, как средство адаптации. Но адаптивные эти самые возможности понизанного аппетициального давления кислорода известны давно. Возьмите хотя бы методологию увеличения активного легочного туберкулеза при бываниях в ганрах, которые активно стали уже на научном уровне, использовавшись в середине еще XIX века. И, несмотря на отсутствие антибактериальных и протиотоберкулезных препаратов, это приводило к очень интересным результатам. Механизм его, кстати, до сих пор неизвестен. Я специально поинтересовался, думал, если там что-то такое и есть, чтобы взять сегодня, так сказать, свой глобализм, как бы продемонстрировать. Но ничего не нашел. Ничего не нашел. Непонятно, почему действует. Приоритет, в общем-то, в том тренировочном процессе, который мы используем, он принадлежит нашим коллегам, москвичам. Это вот под руководством Агаджанина на его капитре было предложено Стрелковым и Чижовым. Они предложили приливистую нормамореческую гипокситерапию. Гипокситерапию. Не тренировка сначала, гипокситерапию. То есть, суть дела была такова с тем, чтобы моделировать условия пребывания в горах на равнении. Вот с помощью как раз вот этих вот замечательных аппаратов, которые называются гипоксикаторы. Их достаточно много моделей, много компаний, которые их выпускают. Ну, вот, как я считаю, одной из лучших является, естественно, фирма Климби. Используются различные термины, но суть дела такова. Ну, вот Стрелков и Чижов. Вот Чижов в последнее время, я три назад с ним общался, как раз на конференции там был, он категорически, значит, настаивает на том, что надо использовать термин «прерывистая гипоксическая тренировка». Мы же используем в своей терминологии почему-то интервальная гипоксическая тренировка, потому что что прерывистая, что интервальная, по-моему, это, в общем-то, слова синонима, смысл один и тот же. В литературе, связанной с экспериментальными работами, с такими вот фундаментальными исследованиями воздействия гипоксии на интимные механизмы, на устройства клетки, внутриклечные какие-то вещи, используется термин «прекондиционирование». Ну, это, на мой взгляд, не очень удачный перевод с английского, но, тем не менее, вот ими пользуются такие уважаемые люди, как вот Лукьянова, например, Самуэлов, это брат нашего Михаила Еревича, директора Института физиологии Павлова в Санкт-Петербурге, но и многие другие. На Западе «прекондиционирование», в Западной литературе тоже встречается. То есть вот такая вот терминология. Ну, вот методик проведения интервальной гипоксической тренировки очень много. Начинает использование вот разного рода аппаратуры, метод возвратного дыхания. Вот это вот в нашей лаборатории, кстати, идет. Это тоже наша лаборатория. А вот это вот использование гипоксикаторов. Это вот гипоксикатор старенький, который мы используем много, много лет. Один из первых моделей Эвереста. Дело в том, что по мнению ученых, чуть не сказал английских ученых, много миллионов лет назад в атмосфере Земли кислорода содержалось существенно меньше. По некоторым данным, по каким я, честно говоря, не знаю и не знаю, каким образом они были определены, концентрация кислорода в атмосфере, она вряд ли превышала где-то 12-13, а то и 14 процентов всего-навсего. Затем, значит, в процессе жизнедеятельности растений, которые утилизировали углекислый газ из атмосферы и продуцировали кислород, концентрация постепенно увеличивалась. Но так это или нет, мы с вами не знаем. Тем не менее, мы сейчас живем в атмосфере, где содержится 20,9 процента кислорода против 14. Но вот это вот ощущение гипоксии, так скажем, оно осталось в геноме живых существ, и в том числе и у человека. То есть для нас, для нашего организма, у нас есть какие-то механизмы, которые могут нам позволять выжить в условии гипоксии. Потому что гипоксия, она встречается в обыденной жизни постоянно. Постоянно встречается. Достаточно нам, так сказать, накурить в комнате, надышать, например, но процентное содержание снизилось на 1-2 процента. Уже возникает, так сказать, элемент гипоксии. Вопрос степени выраженности. Мы поднимаемся с вами на какую-то высоту, падает парциальное давление кислорода. Обращаю ваше внимание, что вот в природных условиях состояние гипоксии не встречается вообще. Нету его реально. Ни в каких живых организмах. То есть ни при каких условиях встретить его просто-напросто невозможно. Отсюда, значит, как мы еще говорили вот до этого, существуют механизмы в организме человека, которые позволяют, так сказать, ему существовать достаточно хорошо. Ну, 50-60 миллионов больше даже живет на высоте свыше 5000 метров и ничего с ними не делается. Чувствует себя просто-напросто прекрасно. Исходя, значит, из общей теории адаптации, которая сегодня существует, прошу вашего разрешения этого вопроса не рассматривать его детально. Значит, задача для того, чтобы вот включить эти механизмы, нам надо неким адаптовым агенам, в частности гипоксией, включить этот механизм. Экспериментальным путем, в том числе и в наших экспериментах, было показано, что включение такого механизма происходит в среднем. У подавляющего большинства испытуемых, а у нас их прошло больше 300 человек, у которых было проведено где-то больше полутора тысяч экспериментов. Вот. Значит, где-то в течение где-то 3-4 минут. Поэтому вот 5-минутного интервала воздействия гипоксии достаточным для того, чтобы включить. Следующий момент. Для того, чтобы эти механизмы, любые адаптивные включая, должны быть достаточной силой воздействия для включения. Потому что, если она будет не великой, не большой, включение просто не произойдет. Потому что, любой адаптивный процесс, он складывается из двух очень больших компонентов. Просто вас напоминаю. Первое, вносит сугубо рефлекторный характер. А вот, то, что после того, как имеется некий звень гомеростаза, включаются чисто рефлекторные механизмы его поддержания. И затем, третий момент, это на клеточном биохимическом уровне. Тоже достаточно быстро идет за счет активации генов. Того же ХИПа, например, что было очень на красивых экспериментов, двух яднов и показанных. Вот таким образом. То есть, больше пяти минут поддерживать гипоксию в принципе, смысла нет. Большого. Нам надо включить механизм. А затем мы делаем следующий момент. Мы его выключаем. Как бы расшатываем эту ситуацию. И вот такой повтор обычно у нас происходит пять-шесть раз. Вот это вот минимальное количество, так скажем, гипоксических вот таких вот связей, которые требуются для проведения эффективной гипоксической тренировки. С точки зрения вот нынешней теории, собственно, теории адаптации. Ну, вот на лекциях наших курсантов я вот говорю, что в результате вот этих вот наших таких вот издевательств с организмом, нашим организмом в конце концов просто-напросто надоедает все они включать и выключать все эти механизмы. И он их включает на каком-то уровне. и оставляет включенным. Оставляет включенным. Здесь нельзя не сказать о большой роли, о том вкладе, который вот принесли наши физиологи, в частности военно-медицинской академии, в частности такие известные, как Сиротинин и особенно Георгий Ефимович Владимиров. Они как раз занимались вопросами, связанными с воздействием гипоболической гипоксии для адаптации летчиков. И на основании вот их работ мы смогли достаточно широко продвинуться и сейчас. Тогда гипоксикаторов не было еще. Единственным способом это было или использование искусственных смесей в баллонах или же в барокамерах поднимать человека в бары. Но основной интерес в общем-то вот среди физиологов в первую очередь и врачей, которые занимались физиологией спорта, основной интерес возник, конечно, после проведения Олимпийских игр в Мексике. потому что смотрите, вот несмотря на то, что там высота относительно небольшая, всего 2240 метров, тем не менее падение ПО2 весьма существенное. А с учетом еще того, что в альвериарном воздухе еще большее падение ПО2 за счет повышения появления там повышенной концентрации углекислого газа и водяных паров, все спортсмены они так или иначе страдали гемоксией. Естественно, результаты тогда проведения вот этого чемпионата для многих очень специалистов и ученых оно произвело в общем-то шок типа разорвавшегося молда по той простой причине, что выдающиеся люди высокотренированные и узко адаптированные к тем или иным физическим нагрузкам не смогли ничего толком показать. Они и не могли потому что у них не было адаптации гипоксиды потому что синтез макроэргов вот на этой высоте из-за нехватки поступления адекватного поступления кислорода к митохондриям он на уровне синтеза он не соответствовал запросу. Это дало слава богу очень большой толчок к исследованиям. Тем более как вы знаете в спутке крутятся очень большие деньги и тогда и тем более сейчас была дана команда сделайте что-нибудь хорошее. Ну вот хорошим извинились. Ну вот давайте рассмотрим ситуацию что же там происходит падение парциального давления кислорода при воздействии гипоксиды в результате адаптации происходит адаптация на всех уровнях кислородотранспортной системы и это очень хорошо демонстрируется при исследовании реакции целостного организма об этом я скажу ниже. Об этом я скажу ниже. Причем очень важная вещь здесь с точки зрения использования практической медицины это то что в легких в результате раскрываются те зоны вентиляции вентиляционные зоны которые в обычных условиях и у больных людей они просто практически не используются они закрыты а в результате как раз гипоксидской тренировки происходит их открытие уменьшается количество шунтов очень важная так сказать вещь второй момент исключительно важный это оптимизация работы сердечно-сосудистой системы дыхательной как комплекс тоже будет показана значит эта вещь и третья очень важная вещь это естественно работа оптимизация работы на внутриклеточном уровне но мы ее касаться сегодня не будем это очень сложные процессы не всегда понятные в результате чего эффективность использования каждой молекулы кислорода возрастает в разы возрастает в разы причем то что она возрастает это совершенно однозначно о том что устойчивость гипоксии свойства мы в общем теоретически рассуждаем можем сказать что он определенным образом генетически обусловлен хотя бы на том основании что смотрите вот если мы возьмем например обычного человека мы с вами сейчас поднимемся на высоту 5000 метров нам гарантированно будет нехорошо гарантированно а местным жителям будет хорошо так ведь отсюда значит у них есть какие-то особенности организма любые особенности организма связанные с таким тонким функционированием они связаны с какими-то особенностями работы генов только так и никак иначе то есть гипоксия вот устойчивость гипоксии или неустойчивость стерила так условно скажем степень реагирования на гипоксию организма она генетически обусловлена в связи с этим в результате исследований было выявлено что есть люди которые организм которых мало реагирует на гипоксию в первую очередь у них не происходит при воздействии гипоксии снижение парциального степени насыщения тесторогом гемоглорина но по нашим данным их приблизительно где-то в среднем от 18 до 23 процентов колеблется что интересно аналогичные данные получили значит многочисленные другие авторы в том числе вот на других животных на крысах например Улкьянова точно так же продемонстрировал своих многочисленных исследований да и другие неустойчивых у которых наблюдается мощнейшее падение очень сильное быстрое падение вот этого показателя да и других функций я тоже ниже покажу их приблизительно где-то 35 до 40 процентов остальные которых достаточно сложно квалифицировать потому что у них изменение функций на протяжении пробы происходит как-то волнообразно неопределившиеся мы их как бы вот так вот обозвали но практической работе мы делим резко на два так сказать типа реагирования по двум типам реагирования это устойчивые условно я подчеркиваю это так назвали неудачные честно вам скажу названия потому что многих просто вводят в заблуждение что они реально устойчивые на самом деле мы не знаем устойчивые они или нет и никто этого толком сказать не может и устойчивые по одному признаку по степени снижения наступления снижения насыщения демоглобином кислородом потому что нам надо так сказать разделить как бы по каким-то таким вот четким совершенно параметрам разного рода группу людей вот вам пожалуйста на этом слайде показана так сказать гипоксическая проба 15 минут вот это пример устойчивого если норма у мужчин взрослых она колеблется от 95 до 100 процентов степень насыщения гемоглобином кислородом то здесь мы видим у устойчивых у него снижение практически не наступает как видите в пределах нормы а у неустойчивых идет массивное достаточно быстрое снижение достаточно быстрое снижение идет если по этому принципу вот так вот разделять всех этих самых всех разделить например на людей то мы получаем тогда приблизительно где-то процентов 19 в среднем устойчивых а вот и процентов остальные у нас считаются как бы неустойчивыми критерием здесь служит следующее если во время гипоксической пробы снижение СПО2 не произошло ниже 90% мы это людей относим к устойчивым если оно произошло ниже 90% и ниже значит они неустойчивы это тоже достаточно условно но как выяснилось при анализе дальнейшем большого массива данных вполне оказалось вот такой эпидический подход вполне так сказать обусловлено вот давайте посмотрим как реагирует организм на острую гипоксию гипоксическая проба которая заключается в том что испытываемый дышит в течение 15 минут 10% кислородно-азобной смесью которая естественно получается с помощью гипоксика но прежде всего реагирует естественно реагирует естественно функция внешнего дыхания ну вот минутный объем дыхания как видите вот в фоне он колеблется он же колеблется постоянно вот он приблизительно в норме колеблется как видите он здесь 5-7 литров у человека до интервальной гипоксической тренировкой как вы видите под воздействием гипоксического стимула резко возрастает минутная вентиляция легких вот она до 15 минут а это восстановление затем очень быстро падение происходит после того как переходит на дыхание воздухом и восстановление к исходному уровню но реакция объяснима потому что прежде всего в связи с тем что происходит недостаток поступления кислорода в организм моментально активизируется вся кислородотранспортная система и в первую очередь естественно дыхательная система как наиболее подвижная наиболее подвижная в результате проверенной тренировки в течение 20 дней как вы видите изменений нет изменений нет адаптация произошло дальше частота пульса частота сердечных сокращений частота сердечных сокращений которая в общем-то напрямую связана в общем-то с минутным объемом кровообращения потому что возможности увеличения систолического объема они невелики особенно у людей нетренированных и минутный объем кровообращения увеличивается в основном за счет частоты сердечных сокращений и увеличение этого показателя частоты пульса оно говорит о том что система кровообращения также отреагировал соответственно обратите внимание до тренировки возрастания кто-то может сказать что оно в общем-то не столь существенное но должно обратить ваше внимание что увеличение до вот этих вот параметров вот конкретно вот у этого усредненный как видите здесь разброс весьма значительный да он соответствует приблизительно первой второй ступени велоэргометрические нагрузки о которой я скажу позже это весьма значительная нагрузка причем это речь идет о молодых людях 18-22 года а вот большая часть которых можно нельзя сказать чтобы они были профессиональными спортсменами но они в достаточной степени физически подготовлены в достаточной степени физически подготовлены после проведения интервал гипотоксической тренировки мы также отмечаем некоторое увеличение частоты среди сокращения некоторое оно и есть реально то есть даже оно совершенно тенденция вот тренд этот он и в тех и в до и после тренировки отмечается однозначно отмечается однозначно причем если говорить например вот об этом слайде об реакции системы внешнего дыхания то после тренировки там нельзя говорить о том что есть тренд к увеличению по парным наблюдениям у нас их много и мы можем статистически это обсчитать а вот по частоте среди сокращений это действительно отличается вот давайте посмотрим что происходит с СПОДМА то есть со степенью насыщения кислородом гемоглобина в зависимости от числа сеансов интервала гипотоксической тренировки вот после первого так сказать сеанса здесь речь идет это группа устойчивая и неустойчивая вот синенькая устойчивая это неустойчивая они раздельно представлены изменений практически никаких нет после пятого сеанса начинается уже наблюдается тенденция к уменьшению степени реагирования вот и существенный эффект уже где-то к пятнадцатому сеансу а после двадцатого сеанса двадцатого дня наступает уже отчетливый адаптивный эффект вот по этому показателю обращаю ваше внимание что если мы опираемся на ту теорию адаптации человека к разного рода адаптогенам которые существуют сейчас в медицине и физиологии как раз 3-4 недели это как раз тот срок когда наступает более-менее стойка адаптации вот проведение вот этих экспериментов говорит о том что если мы хотим получить некий эффект от использования неважно с какими целями гипоксические тренировки ее во-первых нужно проводить ежедневно с одной стороны и с другой стороны не менее чем 20 дней сокращение вот этого вот времени совершенно неэффективно потому что если мы проведем 5 этих самых сеансов подряд или с перерывом мы не получим никакого эффекта это очень важная вещь очень важная вещь потому что в литературе в настоящее время вот особенно честно говоря в клинической литературе где рассматривается в качестве самостоятельного средства воздействия или дополнительного какого-то при лечении разного рода патологии там предлагаются разного рода режимы в частности режимы очень малая концентрация кислорода где-то 18 например или же режимы которые состоят в том что двухнедельного курса вполне достаточно вот наши данные совершенно отчетливо демонстрируют о том что этого недостаточно недостаточно причем наши данные собраны на очень большом материале я подчеркиваю больше чем 300 проведенных вот испытуемых которые занимались вот этими вот тренировками это очень важно и лично которые я хотел бы обратить внимание очень важным показателем в плане адаптации являются показатели работоспособности потому что физическая работоспособность как ни странно это интегративный показатель вообще состояния функционального состояния организма и динамика изменения вот этого показателя она очень сложна вот возьмем например такой показатель мы исследовали следующие вещи проводилось каким образом это дело я там фотографии позже покажу вот велоэргометрическая многоступенчатая нагрузка вот на каждой ступени испытуемый крутил со скоростью 60 оборотов в минуту велоэргометр и начиналось это с нагрузки 1 ватт на телограмм массы тела затем проводился короткий отдых в течение одной минуты была вторая ступень третья четвертая он уже крутил до тех пор пока мог делать 60 не менее 60 оборотов то есть работа до отказа целью вот такой вот пробы нагрузочной было выявление с тем чтобы заставить организм максимально мобилизовать свои функциональные резины все совершения при этом делали следующее исследование естественно снималась электрокардиограмма при этом вот проводились показатели функции внешнего дыхания потребления кислорода выделения углекислого газа ну и ряд других показателей снималась с ПО2 ряд других еще показателей о которых мы сегодня не будем говорить они не существуют в ряде случаев во время вот этих вот перерывов после ступени забираем проводились заборы пробы для исследования значит содержания газа в крови кислотно-основного состояния ну и ряд других параметров это сейчас в данном случае не так важно что мы имеем вот посмотрите вот такой показатель вообще известный как ПВЦ-170 но здесь к сожалению расчет килограммометров сделан вы уж извините я не стал сейчас переводить в БАТ и это несущественно вот рассмотрим вот эту вот эту строку классические потому что это не так нам интересно в данной ситуации обратите внимание прирост составил 14,4% это статистически достоверная величина причем так сказать людей у которых не было прироста отсутствовало совсем не было таких дело в величине этого прироста у одних было очень много у других чуть меньше но было у всех что интересно что поразило что меня честно говоря очень сильно тогда поразило вот что вы себе представляли потому что я так полагаю вы со спортом с физиологией спорта мало здесь людей связаны тем не менее вот для того чтобы достигнуть вот такого увеличения ПВЦ 170 профессиональным спортсменам надо проводить специальную тренировку не менее трех-четырех а в ряде случаев большего количества месяцев по специальной программе здесь же мы получаем такой прирост где-то за 20 дней не менее существенный прирост это самый главный показатель это суммарная величина выполняемой нагрузки в работе до отказа то есть там суммировалась вся работа которую человек выполнял на всех ступенях до отказа прирост очень существенный и так же прирост случился так сказать у всех интересно что здесь получается при анализе максимальной анаэробной мощности это тест маргария все его знают или пояснить пояснить значит метод звездкий значит испытуемый должен бежать на лестницу наклон который не менее где-то 40 градусов у нас такая лестница есть на кафедре вот которую Павлов в свое время здание по его проекту делалось фиксируется время значит старта и время финиша известна высота количество ступенек известна его масса тела и вот подсчитывается максимальная анародная мощность в общем делается это с 3-4 минимум с 3-х попыток атак 5 делали и делали усредненно гоняли значит вот этих людей и вот такой вот тест вот такой тест считается что работа такая она относится к разряду работы максимальной мощности ее энергетическое обеспечение как принято физиологии спорта говорить происходит в основном за счет анаэробного гликоза скорее всего за счет запасов молекул АТМ которые имеются у него в мышцах и запасах кериатин подсхваток обратите внимание на прирост на прирост этой самой скорости то что там это несколько секунд они выполняют этот бег причем если мы воздействуем гиперкапни еще величина существенно больше но это так и должно быть в принципе так и должно то есть вот о том что происходит адаптация организма к человеку к гипоксии за счет увеличения увеличивается работоспособность это в первую очередь говорит нам повышение конечно ПВЦ-170 потому что уровень ПВЦ-170 он зависит от эффективности работы сердечно-сосудистой системы чем выше нагрузка и при этом ниже частота пульса эффективность работы сердечно-сосудистой чем выше ПВЦ-170 экономизация пульса второй очень важный показатель при гипоксической пробе это повышение эффективности функций один из которых демонстрирует нам увеличение доли вдоха в дыхательном цикле после проведения гипоксийской тренировки вам хорошо известно что основная масса основное насыщение гемоглобина кислородом диффузия эффективная кислорода из альвеол через эпителии в межклеточное пространство и в кровь и в эритроцет оно происходит как раз во время вдоха поэтому если во время гипоксической нагрузки доля вдоха увеличивается а в норме как раз наоборот у нас доля вдоха составляет где-то минут где-то процентов 40-45 ну так приблизительно одинаково а доля выдоха больше доля выдоха больше по той простой причине что нам надо максимально выводить углекислый газ который у нас постоянно образуется но вот здесь обратная процедура во-первых процесс образования углекислого газа при гипоксии в определенной степени падает особенно если мы говорим о гипоксии связанной с понижением пациального давления в отдыхаемом воздухе наоборот гипокапния в организме образуется в крови то есть вот повышается эффективность функции увеличения доли вдоха следующий очень важный вопрос который широко используется при нагрузочных разного проба на целостный организм так сказать это исследование времени вырабатывания на разных ступенях нагрузки целостного организма дело в том что для каждого человека есть свой уровень частоты средств сокращений так же как уровень так сказать минутного объема дыхания и ряда многочисленных других параметров на которых он оптимально работает выполняя ту или иную физическую нагрузку и вот снижение вот этих вот параметров при выполнении той же самой работы это говорит о том что происходит оптимизация функций то есть эффективность деятельности организма как вот механизма по выполнению работы целиком существенно увеличивается а это собственно и есть адаптация и здесь мы совершенно отчетливо наблюдаем резкое снижение частоты средств сокращений на всех уровнях нагрузки даже на четвертой ступени при работе до отказа то есть отказ у них наступает при существенном более низком уровне нагрузки здесь цифры не видно но вот я могу разглядеть и могу вам сказать что здесь я не вижу на второй ступени здесь вот это 140 а здесь 100 после тренировки здесь у нас это 190 а здесь это в среднем где-то приблизительно около 150 колоссальная разница но следующий момент на который хотел обратить внимание что мы еще очень широко сейчас занимаемся потому что нам нужны неинвазивные методы исследования это анализ изменения динамики вариабельности сердечного ритма два слова немножко хочу пояснить чтобы была у нас здесь ясность потому что я смотрю некоторые коллеги не очень в этом вопросе ориентированы в силу своей специализации дело в том что сердечная деятельность если грубо так рассматривать она частота сокращения сердца она подвержена очень многим воздействиям в первую очередь регуляторных систем организма в частности в сердце существует так сказать система задания своего собственного ритма и ритм этот работает как метроном как метроном причем значит у каждого он свой если мы будем так сказать спускаться если можно так выразиться от реального узла который находится в председии до непосредственно мышцы сердца то разные участки этой проводящей системы они задают ритм но существенно ниже если сильное отреяние вызов например грубо говоря 60 задает то волокна паркинье дают где-то 20 и естественно чем выше задаваемая частота она давит естественно все эти вещи иногда даже у здорового человека периодически возникают так сказать какие-то пароксизмальные моменты тогда активизируются какие-то участки мышцы сердца это нормально не видно кроме того туда подходит как известно нервус вагноз блуждающий нерв парасимпатический который замедляет частоту федесиста кращения туда же подходят симпатические нервы которые учащают эти вещи притекающая кровь приносят туда гормоны и другие биологически активные вещества электролиты там и всякое такое не будем сейчас много всего которые тоже вносят свою вверху плюс дыхание еще когда мы делаем с вами вдох давление понижается сердце значит чуть-чуть чаще начинает сокращаться ему просто легче на него не давит ничего со стороны мы делаем выдох происходит замедление то есть вот анализируя вот этот процесс я о чем говорю мы можем тогда с определенной степени вероятности анализирует динамику изменения регуляторных процессов в организме целиком ну вот в принципе вот анализ вариабельности ритма он от самого сердечных динамик как таковой как ни странно далек очень потому что анализируется собственно вот эта вот волна то есть вот межкардиальные вот эти вот интервалы они вертикально кладутся как видите вот у них всегда есть какие-то минимальные различия которые большинство значит докторов наших не в состоянии пропотобно определить китайцы как ни странно обучают своих специалистов по китайской медицине у них там несколько сотен понимания ритма то есть они обучают ощущать минимальные различия ну я не знаю так это или нет в состоянии это делать или нет но тем не менее то есть анализируется вот эта вот волна анализируется математически которая значит получается в результате вот этих вот исследований метод сам по себе снятия вот этих показателей крайне прост достаточно снять любым способом электрокардиограмму и затем бери ее и математически значит обрабатывай для этого существует ряд программ ну чтобы два слова могу сказать одной из таких вот программ является значит аппаратура которую изготавливает несколько компаний у нас здесь профессионально в России одной из лучших я считаю это мое мнение потому что я на разных работах это фирма нейрософоб есть и другие в Тагарроге да не менее не худшая компания затем в Сибири там делается еще аппаратура вот программное обеспечение соответствующее апологетом значит этой методики был такой известный терапевт и специалист как Баевский побери его всем хорошо известны вот он так сказать это самое методика очень широко применяется применялась изначально она для контроля за функциональным состоянием космонавтов тогда это было конечно мука мучная обрабатывает все это дело вручную сейчас есть программы и все параметры выдаются в автоматическом режиме моментально ну вот одним из принципов так сказать анализа является вот анализ волновой структуры спектральный анализ здесь вот видите вот частоты в герцах указаны вот этой вот волны различают значит низкую составляющую очень низкую которая как было доказано она зависит от гоморальных влияний затем так сказать медленные волны лоу они относятся к влиянию в большей степени симпатическим и высокие частоты это парасимпатические влияния вот такая вот кривуточка такая у нас получается что получается при воздействии гипоксии и естественно гипоксийский тренер верхняя верхняя диаграмма это как раз результат воздействия гипоксии обратите внимание значит вот это вот исходные исходные значит это самое вот это разные после вот усиленные данные обратите внимание значит происходит резкая активация в первую очередь резкая активация значит симпатического симпатические части если можно сказать вегетативного отдела центральной нервной системы вот а затем обратите внимание идет существенное падение значит вот общего спектра мощности то есть вот величины которые характеризуют общую активность вот этих вот изменений обратите внимание после тренировки после тренировки изменений нет изменений нет то есть система управления вегетативными функциями это исключительно важная вещь она не реагирует на гипоксические стены то есть нашему организму после проведения тренировки в результате адаптации его совершенно безразлично так сказать снижение парциального давления кислорода вот в отдыхаемом воздухе он чувствует себя комфортно в этих условиях и не требуется никаких так сказать дополнительных изменений влияния его системы регуляции для того чтобы там как-то воздействовать нет необходимости ну глаза у вас у всех опытные вы можете сказать отчетливо Николай Николаевич а в чем дело вы смотрите он у первого вот так вот а у второго вы смотрите он у него здесь у него больше активность парасимпатического отдела а здесь симпатического вы знаете во первых я не могу вам сказать что это одни а нет это один и тот же человек во первых вот эти вот изменения вот этих вот компонентов оно у каждого человека в течение суток существенно меняется затем вот по особенностям превалирования тех или иных воздействий мы всех их подразделяем условно на симпатотоников и вакатоников потому что у них реакции как выяснилось затем различные различные существенные реакции причем наличие так сказать будет отнесение системы регуляции к тому и другому типу условно говоря совершенно не связано с устойчивостью гипоксии то есть генетически здесь как-то не выясняется этих причин мы сейчас занимаемся исследованием как раз этого дела потому что материала очень много и у нас они все еще до сих пор к сожалению полноценно обработаны вот другая вещь вот анализ вот этого показателя очень важный это динамика скатерограмма или пятна полонкары суть дела такова что здесь вот на оси х откладывается расстояние между первыми первыми двумя кардиоинтервалами а на оси и последующие и вот такие точки образуют такое пятно которое называется пятно полонкары которое демонстрирует нам естественную нормальную аритмию в работе сердца которая должна быть потому что она зависит от баланса баланс о котором доктор Глобиков только что нам красиво так рассказывал он постоянно существует во всем нефиксированное балансированное все при воздействии до тренировки гипоксии видите идет уменьшение вот этого вот разброса этой аритмии у некоторых вообще в точку практически в черное превращается это прогностически очень плохой признак а вот после тренировки у того же человека реакции отсутствуют причем обратите внимание вот аналогичная ситуация возникает у лиц которые вот это уже на пределе своих возможностей работа до отказа то есть он дальше не может уже ничего делать включить сил нет лежи как говорится и помирай аналогичная совершенно ситуация в этом ритме ну вот под момент так сказать и тот сказанному значит мы можем сделать следующее заключение вот по реакции целостного организма на гипоксический стиль во первых он многообразен первое второе что по своим генетическим особенностям есть разные типы реагирования на гипоксию разные типы но реакции есть у всех потому что то что касается реакции вот реабильности ритма она есть как у устойчивых так и неустойчивых тоже разная но она всегда есть всегда есть реакция значит это нам дает возможности достаточно широкие для использования вот гипоксии как средство воздействия на организм человека и вот для этого используются разного рода виды гипоксической тренировки наиболее эффективным с нашей точки зрения является использование гипоксикаторов во первых приборы простые в так сказать в деле и относительно недорогие достаточно безопасные но мы еще потом практически поработаем с этим делом где они используются прежде всего в спорте в функциональном спорте гипоксикатор используется очень широко вот этот метод в частности создаются даже гипоксические бассейны гипоксические комнаты при лечении это астма это хронические заболевания легких абструктивные болезни легких ряд других болезней при которых мало применимо я тоже расскажу позже давайте заканчивать немножко о нашей лаборатории вот ряд фотографий которые мы в видеореаде делали вот это проводится вот гипоксикатор фирмы Климби это конструкция для проведения гипоксические пробы вот снимается ВСР здесь вот газоанализатор стоит ратислородный и пульсоксиметр вот это минимум аппаратуры это вот подготовка к выполнению нагрузочной пробы вот видите он бегает здесь они разные могут быть и на дорожке бегают это начальство приехало большой интерес они проявляют вот здесь тоже видите гипоксикатор начальник нашего института это вот генерал-полковник Шаманов воздушно-десантное войско большой интерес проявляет пытал меня со страшной силой вот эта фотография в Терскоре мы занимаемся исследованием вот практического использования гипоксической тренировки как это на работоспособность у военнослужащих влияет перед соревнованиями на старте вот так идут некоторые элементы исследования да вот ну и спасибо на этом спасибо спасибо спасибо